Добрый день, уважаемые коллеги! Рассаживайтесь поудобнее. Сейчас мы начнем занятие. Сегодня у нас группа медиков, да? Ну и отлично. Итак, хорошо. Давайте запишем. Итак, тема сегодняшнего занятия следующая. Затраты или издержки на производство услуги. Затраты или издержки на производство услуги. У вас же медицинские услуги, да? Вот мы как раз и посмотрим, какие затраты, или, как называют экономисты их, издержки. Здесь мы будем использовать эти два слова как синонимы. Или затраты, или издержки, да? На производство услуги. Да, скажите мне, пожалуйста, а медицинская услуга товар? Вот мы с вами проходили тему товара, услуги. А услуга? Да. А чем вот услуга отличается от товара? Как потрогать нельзя? Ну да, врачей потрогать можно. И режут, и колют. Еще как ощущаешь. Чем услуга, любая услуга, не только медицинская, будь то парикмахерская услуга, автосервис, образовательная услуга, чем услуга отличается от товара? В чем специфика? Правильно, да, нельзя ее хранить. Давайте запишем так. Итак, специфика или отличие услуги от товара. Процесс производства и потребления совмещен во времени. То есть вы оказываете услугу, а пациент ее тут же потребляет. Итак, отличие или специфика услуги от товара в том, что процесс ее производства и потребления совмещен во времени. Совершенно правильно. Ее на склад положить нельзя. Произвел услугу и положил на склад. Пусть хранится. Да, невозможно. Вот товар вы можете произвести, хранить, перевозить, отложить его потреблению. А здесь вы тут же оказываете услугу, и пациент тут же ее потребляет. Так, хорошо. Итак, все-таки какие затраты несет лечебное учреждение, когда оказывает лечебные услуги? Во-первых, различаются два вида затраты. Два больших вида затраты. Первая и вторая. Первая. Явные. Явные. Или в скобочках еще называют их. Внешние. Явные или внешние затраты. Явные или внешние затраты. Ну и второе, уже по аналогии, да? Неявные. Неявные. Или внутренние. Явные и неявные. Внешние или внутренние. Записали? Хорошо. Давайте остановимся на явных. Что такое явные затраты? Итак, явные затраты. Это затраты, связанные с приобретением ресурсов со стороны. Явные затраты, связанные с приобретением ресурсов со стороны. Вот все, что вы со стороны привлекли для создания своей услуги, это явные затраты. Ведь вы свою услугу делаете ни на улице, ни на чистом воздухе. В помещении, в здании, в кабинете с оборудованием, с освещением, в халатах, с медикаментами и так далее. Все, что явно вы затратили для того, чтобы произвести условия. Или на постройку своего здания, на оснащение его инженерно-технических коммуникаций. И на заработную плату специалистам, врачам и так далее. Все, что вы привлекли со стороны. Если, например, консультация вам понадобилась, юриста, вы пригласили его по договору, оплатили тоже со стороны. Это ваши явные затраты. Все явные затраты проходят через бухгалтерию. Имеют бухгалтерские документы. Либо это счет, счет фактура, накладные, приходные, расходные ордера и так далее. Но все они фиксируются явные затраты через бухгалтерию. Они так и названы. Явные. Видите, еще их назвали. Или внешние. Все, что вы со стороны, какие виды ресурсов привлекли для создания своей услуги. Хорошо. С этим понятно. Отлично. Теперь неявные. А вот неявные, это вещь такая, немножко посложнее. У них и название неявные. Если первая бухгалтерия знает все четко, документы есть, все, на что потратили, так далее, учесть их можно. А вот что такое неявные? Давайте запишем. Неявные затраты. Это затраты, связанные с альтернативностью использования ресурсов. Уже имеющихся. Что значит альтернативность? По-разному можно использовать ресурс. И так неявные, это затраты, связанные с альтернативностью использования ресурсов. Или мы сказали внутренние. Да, вот ресурсы приобрели уже со стороны. Но ведь каждый ресурс можно использовать по-разному. Да, вот оборудование медицинское. Его можно использовать в одну смену работы. В две смены, в три, а может быть круглосуточно, по-разному. Или помещение вдруг у вас в поликлинике освободилось. Это помещение тоже можно использовать по-разному. Либо сделать из него какое-то камеру хранения, либо поставить там кабинет, либо кому-то отдать всю в аренду и так далее, и так далее. Каждый ресурс можно использовать по-разному. Но наша с вами задача, чтобы этот ресурс использовать эффективным образом. Чтобы он давал наибольшую отдачу, результат. Поэтому, если вы неправильно используете ресурсы, то в конце концов выявляются вот эти неявные затраты, которые вы сделали. И которые впоследствии могут привести к тому, что вы будете терпеть убытки. Из-за того, что неправильно использовали свои ресурсы. Или недополучать прибыль. Ту, которую могли бы получить, если бы правильно использовали ресурсы. С альтернативностью непонятно. Ну давайте поясню еще. С оборудования, вот тут пример понятен. Ну скажем, с деньгами. Вот деньги тоже же можно по-разному использовать. Можно на них сразу что-то приобрести. Либо положить их в банк, в рост, чтобы получить процент. Либо отдать взаймы кому-то, чтобы он вернул с процентами и так далее. А, понятно. Хорошо. Так вот эти неявные внутренние затраты, этим должна как раз заниматься ваша экономическая и аналитическая служба внутри учреждения. Если первыми занимается бухгалтерия, и там все понятно. А вот здесь как раз экономисты должны смотреть, насколько эффективно используется каждый вид ресурсов. А что такое эффективность? Как не знаете? Давайте запишем с вами. Итак, эффективность. Ее можно... Очень простая вещь. Она измеряется как отношение, где в числителе у нас что? Результаты к затратам. Эффективность. Отношение результатов к затратам. То есть вы смотрите, ага, затратил я столько ресурсов. А что я получил? Какой результат? Вот и говорят, эффективно, да? То есть когда каждый ресурс настолько хорошо был вами использован, что получили хороший результат. Я понимаю, что в медицине сложно очень определить эффективность. Результат у вас, потому что очень многонаправленный поле результат. У вас есть и экономические эффекты, и медицинские, и социальные, и так далее. И учесть это точно количественно в цифрах достаточно сложно. Поэтому для результата оценки в медицине часто используют экспертные оценки. А вот экспертные оценки что? Да, это опыт специалистов. Опыт специалистов как раз позволяет произвести экспертную оценку. Но в целом эффективность это всегда соизмерение затрат с результатами. И это основная задача экономических и аналитических служб. Они должны подсказывать решение руководителю, как использовать какой ресурс. А может быть что-то у вас застоялось, что-то лишнее, или чего-то не хватает, для того, чтобы достичь свою цель с наибольшей эффективностью отдачи получения от всех видов ресурсов. От людей тоже. Нужно создать такие условия для специалистов, для врачей, для лаборантов и так далее, чтобы им было удобно, чтобы они эффективно работали с наибольшей отдачей использовать их труд. Итак, с этими двумя группами более-менее понятно. То есть два вида. Явные затраты или внешние, которые со стороны ресурсов получаем, оплачиваем. И второе, неявные, внутренние, которые связаны с тем, если вы не несете эти затраты, если неправильно используете уже имеющиеся ресурсы. И заодно мы рассмотрели с вами, что такое эффективность. Отношение к результатам затрат. Хорошо, пойдем дальше. Типы затраты. Теперь рассмотрим типы, основные типы затраты. У нас будет их пять. Типы затрат. Я буду писать сразу наоборот. С целью экономии. Да, у нас экономика должна быть экономной, кто-то сказал. Итак, здесь у нас будет пять основных типов затрат. Первое, второе, третье, четвертое и пятое. Итак, первое. Постоянные затраты. Постоянные затраты. Или издержки. Да, мы договорились, что затраты или издержки – это слова символи. Постоянные затраты или издержки. Обозначим их буквкой С большое. Постоянные, значит, они у нас будут F. С большое F. Что это за затраты, как вы думаете? Постоянные. Так, охрана, да, электричество. Но смотря какое электричество. Так, еще что. Налоги, так, еще что. Нет, а вот это нет. Давайте запишем. Вот вы ответьте мне на один такой вопрос. Смотрите, сказано. Постоянные, то есть постоянство они какое-то соблюдают по отношению к чему? К месту расположения. Ну и к месту расположения в том числе. Давайте запишем с вами. Итак, постоянные затраты. Постоянные затраты. Это затраты, которые напрямую не связаны с объемом оказываемых услуг. Да, да. Затраты, которые напрямую не связаны с объемом оказываемых услуг. Вот представьте себе такую идеалистическую картинку. Проходит день, у вас ни одного пациента. Проходит два дня, ни одного пациента. Неделя, ни одного пациента. Месяц, ни одного пациента. Полгода, ни одного пациента. А расходы вы все равно несете за содержание своего здания, за инженерно-технические коммуникации, за охрану, за лифтера, за работная плата административно-управленческому персоналу и прочее, за электроэнергию, я уже сказал, за содержание здания. То есть постоянные затраты, вот они как-то не зависят. Пришел один человек или сто, вы все равно эти затраты несете. Они как бремя. Их еще потом будем мы называть, когда в бухгалтерии они превратятся в накладные расходы. Накладно содержать организацию вашу, ваше учреждение. Итак, постоянные затраты, самое главное мы с вами выявили, не зависят напрямую от объема оказываемых услуг. Мало оказали, много услуг оказали, они все равно у вас есть. И графически постоянные затраты, я вот здесь маленький такой график нарисую. Здесь мы по ординате будем откладывать величину этих затрат, да, а сюда у нас будет по количеству ваших оказанных услуг, то затраты вот будут носить, вот они вышли на такой уровень, как прямая, постоянная. Ну, конечно, у вас могут произойти, скажем, вы расширились, увеличились в вашей площади, наняли лишнего охранника и так далее. Они могут немножко возрасти, но дальше опять постоянно. Либо наоборот сократились, опять они убавились и постоянно, как ступенечки такие, да, но сохраняет тенденцию постоянства. Поэтому для простоты мы будем пока обозначать их вот так, как прямую. И так это постоянная затрата. Хорошо, пойдем дальше. Ну, раз мы объяснили, что такое постоянные затраты, должны быть и какие-то переменные. Совершенно правильно. Второй тип затрат – переменные затраты. Переменные затраты. Переменные затраты или переменные издержки. И обозначим ее C с буковкой V. C variable, да, если здесь C foundation, постоянный, фундаментальный, то C вариант – изменить изменяющуюся буковку V. Что это за затраты, запишем? Итак, переменные затраты. Затраты – это затраты, которые напрямую зависят от объема оказываемого услуга. Напрямую зависят от объема оказываемого услуга. Больше оказываете услуг, больше тратите. А что это за затраты, как вы? Совершенно правильно. Ваш расходный материал, медикаменты, перевязочные средства, электроэнергия. Вот если она используется в ваших физиологических и физкабинетах, да, где физпроцедура происходит, где работают приборы, вот там это уже будут переменные затраты, потому что она будет связана с количеством обслуженных пациентов. А вот электроэнергия, которая связана с освещением в целом, скажем, вашего здания, больницы, либо поликлиники, это к постоянному, мы уже отметили. То же самое и с водой, да. Просто водоснабжение общее, либо вода, если у вас, не дай бог, там какие-нибудь грязи, лечебницы, или ванны, и прочее, прочее. То есть, если она будет как переменная. Но вы правильно уловили, что переменные затраты, это в основном расходные ваши материалы, да. Предметы, труда, которые вы тратите, да, вот потратили в процессе создания своей услуги. И на графике, вот здесь я нарисую тоже маленький график такой, величина этих затрат, чем больше тратите, тем больше затрата. Значит, вид ее будет вот такой вот прямой, почти по 45 градусу. Больше оказываете услуг, больше затраты. Ясно, да? Хорошо. Итак, два типа мы выяснили. Постоянные, переменные. Теперь третий. Полные. Полные. Или их еще называют совокупные затраты. Полные или совокупные затраты. Обозначен значком c, t, total. c, большой, латинское, t, total, да. Полные затраты. Да, это очень просто. Полные затраты. Это сумма постоянных и переменных затрат. Полные, или их еще называют совокупные затраты. Постоянные и переменные. С большой, со значком c. И на графике это будет выглядеть как? Сложим эти два графика. Как складываются графики? Да, наложением очень просто. Вот первое мы вышли, затраты у нас постоянные, значит у нас точка нижняя уже на этом уровне. А дальше переменные прибавляются. Вот отсюда пойдет умение. Понятно, да? Почему не от нуля? Да потому что у нас равна полные затраты сумме постоянных и переменных. Вот сначала мы постоянные отметили, да, этот график. А от него уже плюс к нему пошли. Понятно. Хорошо. Итак, полные затраты. Четвертое. Средние. Средние. Или их еще называют удельные. Средние или удельные затраты. Средние или удельные затраты. Что это такое? Ну, уже понятие средний, да, то есть это что-то такое на единичку приходится, да? Удельные, вот тоже сразу понятно, что на единицу. Да, действительно. Средние или удельные затраты – это постоянные переменные или полные, приведенные на одну услугу, на единицу. Если у нас вот здесь количество на графике услуг Ума обозначает, да, а здесь, соответственно, у нас ЦТ, ЦВ и ЦФ, то средние, постоянные, чему будут равны? Обозначим их маленькой буковкой Ф. Ц маленькая Ф будет равно Ц большое Ф деленное на КУ. Понятно, да? А переменные затраты, средние переменные, да, Ц маленькая В будет равно Ц большое В деленное на КУ. Ну и, соответственно, по аналогии Ц маленькая Т, полные затраты, будет равно Ц большое Т деленное на КУ. С этим ясно, да? Это так называемые средние или удельные затраты. То есть затраты, приведенные на единицу товара, либо услуги. В нашем случае на одну услугу. И, наконец, следующий, пятый тип затрат – это предельные затраты. Предельные затраты. Предельные затраты. Обозначим их со значком С, со значком П. Предельные. А это что такое? Пределы? Нет, немножко по-другому. Немножко по-другому. Давайте запишем, что это такое. Итак, предельные затраты. Это косвенные дополнительные затраты. Косвенные дополнительные затраты. Косвенные, связанные с производством новой единицы услуги. Связанные с производством новой, дополнительно, да, единицы услуги. Ранее вами не запланированы. Ранее вами не запланированы. Ну, поясню. То есть, вот вы определили, вы делаете 100 услуг. На основе этого, на эти 100 услуг вы рассчитали постоянные, переменные, полные затраты. Средние, удельные рассчитали. А потом сели и задумались. А сколько мне потребуется еще произвести затрат, чтобы сделать еще 101 услугу? Дополнительно, вот к тому, на что у вас рассчитано 100, вы делаете уже. А потом думаете, а вот 101 услуга, на сколько потребуется на нее затрат? Ну, по идее, на 101 потребуются только переменные затраты. Постоянные-то сохранятся, они не нужны будут, да? Их дополнительно, учитывайте, оборудование, дополнительно, покупают для этой услуги и так далее. Ее можно произвести на этой же оборудовании, в этом же помещении. То есть, 101 услуга, вот эти косвенные затраты, предельные, составят, будут равны переменным затратам. Но так будет происходить только до определенного момента времени. Пока не наступит перенасыщение или перезагрузка вашего оборудования. И в целом, работа поликлиники или больницы. Здесь нужно быть очень аккуратным. Здесь нужно быть очень аккуратным. Я поясню сейчас немножко. Да, поясню. Итак, с этим ясно, какие бывают виды и типы затрат. Подводим итог. Виды затрат. Два вида у нас явные, или мы сказали внешние, то, что со стороны. И второе, неявные или внутренние. Это правильное использование имеющихся ресурсов уже в вашей организации. И помимо этого, выделили пять основных типов. Они нам будут очень нужны. Дальше мы будем сейчас рассматривать решение задачи. Вот там как раз пропорции, соблюдение, соотношение между постоянными и переменными затратами очень будет важны. Ну, казалось, какая ерунда. Ну, есть там постоянные перемены. Оказывается, очень много будет потом значить для того, чтобы правильно работать и получать хорошую прибыль. Постоянные, те, которые не зависят напрямую от объема производства, график их такой. Переменные, те, которые зависят, да? Больше производим, больше тратим. И полные, это сумма постоянных и переменных. В соответствии с этим, средние или удельные, это каждая из величина, либо постоянные, либо переменные, либо полные, приведенные на единицу, на одну услугу. И предельные затраты, это затраты, связанные с дополнительной услугой, которую вы хотите производить, да, на данном оборудовании, с данным коллективом. Ранее как будто не запланированной. Вот сто, а вот сто первое, сто нам потребуется для этого затратить. Ясно? Ясно. Хорошо. Итак, небольшой перерыв. Пойдем дальше.